Водолеи, доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале и в данном видео для вас снимаю ваш торопрогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года. В работе сегодня две интересные колоды, торо закрученных историй и торо трансформации Оши. Именно эти инструменты будут нам сегодня помогать в поисках ответов на наши вопросы. Будем смотреть позитив, недели, негатив, совет от карт, а также акцент этого периода. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, будем смотреть и анализировать. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Что у вас здесь? Интересная ситуация. Так, сейчас, секунду, вытяну для себя еще один аркан. Итак, первое, что у нас здесь проходит. Смотрите, сила, паж мечей и пятерка мечей. Во-первых, вы сможете избежать какой-то ситуации, связанной с нападением, либо с насилием. Почему? Потому что паж мечей, это как вовремя проанализировать, получить информацию, услышать себя, внутреннее чутье и в чем-то себя сдерживать, ограничивать, прикладывать усилия. Дальше. Это, в принципе, проработка связана с какими-то ограничениями для вас. Причем, по пажу мечей, это уже будет связано с рекомендациями вашего лечащего врача. То есть, ограничения по питанию, это ограничения связаны с табакокурением, приемом алкоголя, каких-либо иных пищевых добавок и прочего. То есть, в этом ключе, в этом контексте. Дальше. Что мы здесь видим, что мы здесь наблюдаем? Если смотреть по этим картам, рекомендую в рамках этого периода не скандалить, не выяснять ни с кем отношения, потому что действительно такой напряженный период, когда многие будут выплескивать свою агрессию на ровном месте. То есть, уходить от конфликтных ситуаций, не взаимодействовать с таковыми людьми. И еще, здесь будут попытки, вот видите, жрица. И вот здесь расклад на картах. Вы можете для себя самостоятельно раскладывать, либо вы можете обратиться к какому-то практику. Потому что здесь по этим арканам выявить какую-то ситуацию, что в отношении вас велись какие-то деструктивные программы. Потому что сила, это удерживать вас силой в чем-то, привязывать и так далее. Или же по связке этих карт, это как насильно разрушать ваш образ жизни. Ваши сферы жизни. Но сейчас даже посмотрю еще, дотяну сюда один аркан к этой триаде. О чем она несет информацию, о чем конкретно говорит. Вот у скупков. То есть, если здесь были привязки, то есть они действительно есть. Это имеется в виду привороты и так далее. Если же здесь и говорить о деструктивных воздействиях, то как показывают арканы, тут планомерные проводились работы. Поэтому вам нужно с этим здесь что-то решать. Еще по этим арканам. Если рассматривать с точки зрения личных отношений, вы, например, на текущем этапе свободны. Будьте здесь аккуратны, потому что папажу мечей в отношении вас, знаете, как долго за вами наблюдали, присматривались с целью с вами познакомиться. Но пятерка мечей, жрица и тут скупков, они говорят о том, что знаете, как знакомый или знакомая, как темная лошадка. И в это общение, в эти отношения могут идти с целью личных интересов, корыстных интересов. Потому что шестерка кубков – это как длительный период собирать о вас информацию, допустим, с аккаунтов ваших друзей, ваших родственников, ваших знакомых. То есть не напрямую, то есть владеть какой-то информацией о вас, чтобы по колесу фортуны этой информации против вас воспользоваться. Но здесь будет конкретно финансовый мотив. Поэтому, ребятки, здесь очень осторожно. Итак, если мы ситуацию смотрим для тех, кто находится в любовных треугольниках, то здесь будут попытки удержать вас силой через шантаж, через угрозы, через попытки, знаете, вставлять палки в колеса, что это придадут огласки. Потому что, видите, даже вот десятка жезлов – это попытки вас ограничить, в чем-то придавить, навязать свои условия. И вот здесь действительно из таковых отношений будет выходить сложно. Поэтому будьте здесь бдительны. Нужно будет отстаивать свою точку зрения, свое положение вещей. И если же вы в паре, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете или же у вас семья и брак. Сейчас посмотрим, проясним, что у вас здесь такое. Восьмерка Пентакли. Здесь у вас конфликт, может быть, из-за финансовой стороны вопроса или из-за работы. Потому что сила паж-мечей и пятерка-мечей – это выяснять отношения по поводу финансового, распределения финансового бюджета. Либо относительно того, что кто-то скрывал здесь деньги, закрывал, а вы случайно это выявили. Потому что сила паж-мечей и пятерка-мечей – это накал страстей. Это действительно будете здесь конфликтовать, выяснять эти взаимоотношения, почему партнер или партнерша по отношению к вам поступали здесь некорректно. Если обратить внимание на состояние здоровья, сейчас даже открою, здесь у нас шестерка Пентакли, а здесь у нас шестерка мечей. Это как купировать приступы, связанные с почками. То есть здесь может выходить песок или камни, потому что здесь как купировать болевой синдром. Но если у вас действительно эти боли будут какие-то вопросы повторяться, не затягиваем, обращаемся к врачу. Здесь нет вопросов оперативного вмешательства, чтобы вы там не нервничали, себя не накручивали. Но не затягивайте, пожалуйста, с вопросами профилактики каких-то хронических заболеваний, либо того, что у вас здесь есть. Что у вас в негативе? Давайте посмотрим и проанализируем. Туз Жезлов, девятка-мечей повешенной. Здесь, во-первых, очень большой страх и заглянуть вашему страху в глаза, переживания по этому поводу, бессонницы. Страхи и переживания, в принципе, из-за новых начинаний, нового этапа в жизни. Страхи относительно того, что вы, знаете, как попались в клетку, что вас могут шантажировать, из вас могут выйти веревки, что вами могут управлять и манипулировать, что вы находитесь в подвешенном состоянии. И вот здесь нужна ваша инициатива, ваши действия, чтобы эту ситуацию коренным образом обрубить. Потому что по факту ваши страхи надуманы. Даже человек, который манипулирует, сам боится по отношению к вам проявляться. Поэтому здесь однозначно себя не накручивайте и у вас все получится. Если же это касается ситуации деструктивных воздействий, то тут, конечно, нужна очистка. Потому что здесь тоже злов это проявление, это высвобождение энергии. Девятка-мечей повешенной. Соответственно, вот эти ограничения, эти блоки убирать. Совет по картам. У вас даже падает аркан правосудия. Во-первых, это позиция, как ты ко мне, так и я к тебе. Это аркан кармы, аркан возмездия, аркан воздаяния. Во-первых, здесь акцент это решать любые конфликтные ситуации в рамках правового поля. Не доводить до конфликтных ситуаций, потому что здесь может быть драка, не дай бог там поножовщина. И смотреть еще какой момент. Если действительно здесь идет речь о вопросах деструктивных воздействий, то здесь правосудие, это не только аналитика, это выявить, это снять и отправить обраточку вашим доброжелателям. И посмотрим сейчас еще неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация. Так, а мы же еще не посмотрели с вами вопросы работы. Минуточку, что-то мы забежали вперед. Так, если смотреть вопросы работы и заработка, вы на данном этапе не работаете. То здесь вопросы экономии, которые, конечно же, вас здесь будут, скажем так, угнетать. И по королю жезлов вы здесь будете... Смотрите, здесь еще знаете, как ситуация, когда с вас могут выбивать какие-то долги. И король жезлов, это как будто вы будете обращаться за помощью, чтобы эту ситуацию урегулировать. Далее, если вы наемный сотрудник, то здесь по аркану башни, это на конфликтной почве разорвать с кем-то отношения и уволиться. Потому что вы не будете терпеть к себе какое-то негативное отношение, либо потребительское. Если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь конфликт поколений на работе. Это более со старшими коллегами. И ознаменуется это тем, что... Ну, не то чтобы по вашей имени, по вашей инициативе, с вашей подачей этот человек будет уходить. Потому что отстоять свою территорию, свои права, свою ситуацию. Но ценой пребывания другого человека на этой работе. И если у вас вы собственный бизнес, здесь император, то это попытки кого-то, либо силовых структур на вас оказать давление, влияние. Запугать, зомбировать. Но могу сказать однозначно, вы тоже не лыком шиты, из этой ситуации будете выходить. Почему? Да потому что деньги решают все. Соответственно, с вашими возможностями здесь будут ресурсы эту проблемную ситуацию решить. В плане негатива совета я вам показала и подсказала, как тут действовать. И теперь с вами проанализируем все-таки акцент этой недели. Что у вас здесь? Ценность. Ценность говорит о том, что никогда не обращайте внимания на других. Занимайте сами своим делом и делайте акцент на том, насколько вы это делаете качественно, с душой, с отдачей, с самозабвением. Не пытайтесь себя сравнивать с другими, потому что все то, что вы делаете, уже является ценностью для вас, для общества, для окружения. Самое главное, если вы будете оттачивать свое мастерство, вы действительно сможете пустить крепкие корни, расцвести, укрепиться и быть стабильным и самодостаточным. Вы и есть ценность, вы и есть ресурс. Вы должны об этом всегда помнить. И, соответственно, знаете, как эту мыслеформу себя развивать. Вот такая у вас неделя. Водолеи, у вас какой-то период затяжной. Я понимаю, что год непростой. Объясню, почему. Мне многие пишут, вот, многие водолеи обещали, кардинальные перемены. Они уже происходят. Они у вас начинаются, знаете, как с негативной полосы. Потому что мы вступили в эру водолея. У вас идет сейчас зачистка по всем фронтам, для того, чтобы в вашей жизни как раз начались перемены к лучшему. То есть перемены эти, конечно, болезненные, не такие простые. В чем-то, знаете, вас выбивают из колеи. Но главное это принять и проработать. А мы, конечно же, вам закроем всю эту проблемную ситуацию позитивными арканами. А именно вдохновением, эмоциями, полнотой жизни, полнотой бытия. Для того, чтобы у вас все совершилось то, о чем вы мечтаете и к чему вы стремитесь. Я искренне всей души вам этого желаю. От вас жду обратной связи по прошествии времени. Как отыгрался данный расклад, насколько был полезен и информативен. Если вас интересуют индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то мои контакты под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Пусть неделя вас непременно порадует. И до новых встреч.